Путин теряет зрение. Президенту России осталось жить не более трех лет. Офицер ФСБ рассказал, что у 69-летнего президента России тяжелая форма быстро прогрессирующего рака. Его конечности неудержимо трясутся. Раньше он был сдержан с подчиненными, а теперь у него вспышки неконтролируемой ярости. Он совсем спятил и почти никому не доверяет. Лавров опроверг информацию об ухудшившемся здоровье Путина. Хрен знает, что там со здоровьем Путина, давайте лучше поговорим сегодня о вашем здоровье, а конкретнее разберемся, как влияет на ваше здоровье ваш же мобильный телефон. Что, в смысле, что делаем, бабуля? Интернет тебе проводят. 21 век на дворе уже, 2022 год. У всех интернет, скоро новости будешь быстрее телевизора своего узнавать. Интернет они, блядь, ставят, интернет. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш. Догадливая сука. Хотели ее вайфаем грохнуть и квартиру на себя переписать, но этих совков просто так не проведешь. Незаконная акция протеста в Уссурийском районе сделала жителей села Воздвиженко героями репортажей всех местных информационных телеканалов. Причиной этому послужила недавно установленная интернет-вышка 5G, которая, по мнению местных жителей, убивает все живое своим чудовищным электромагнитным излучением. Тут ходят дети, как бы с маленькими людьми. Почему вот это вот здесь должно быть? Не надо убрать. Срань господня, да это точно проделки закулисного мирового правительства. Геноцид, геноцид человечеству устроить хотят. Прощай, электронный концлагерь. Электричество окружает нас постоянно. Оно делает нашу жизнь легче, безопаснее и веселее. И не все задумываются над этим. Но может ли быть такое, что электричества слишком много? Может ли это основа современного мира медленно убивать нас? Друзья, перед началом ролика советую всем подписаться на канал моей знакомой Лаки Лина. Девушка родом из России, но сейчас живет в Голландии. Она обожает путешествовать, пробовать все новое, общаться со зрителями, выделяться из толпы, петь, снимать видео и делать вещи своими руками. Если надоела серость России, то скорее переходи на канал Лаки Лина. Подписывайся и оставайся на позитиве. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Меня зовут Станислав Морозов. И сегодня мы узнаем, вреден ли мобильный телефон для вашего здоровья. И появится ли у вас рак в башке, если вы будете много по нему болтать. Но перед тем, как мы нырнем глубже, давайте попытаемся понять, что такое электричество и как оно влияет на нас. Электричество – это движение электрических зарядов. Это движение генерирует электрические и магнитные поля, которые распространяются в пространстве и несут энергию. Мы называем этот феномен электромагнитное излучение. Излучение или радиация – это слово, которое заставляет многих людей нервничать. Но излучать не значит выделять. Это как радиатор в вашем доме, который излучает тепло в виде инфракрасного излучения. Так и разные электромагнитные спектры отвечают за разные виды излучения. Некоторые из них абсолютно безвредные, но некоторые действительно могут навредить здоровью. Излучения с очень короткой длиной волны, такие как рентген, гамма-лучи и ультрафиолет, достаточно сильны, чтобы выбивать электроны из атомов и вызывать различного рода генетические отклонения и изменения. Это то, о чем думают люди при слове «радиация». Остальной спектр покрывает большой диапазон более длинных волн – от видимого света, инфракрасного, микроволн до радиоволн. Этот вид излучения, который излучается всеми видами человеческих технологий – мобильными телефонами, Wi-Fi роутерами, лэпами и бытовой техникой. Это излучение не трогает молекулы в нашем теле. Тем не менее, некоторые виды излучения могут стимулировать мышцы и нервы, и также могут заставить волосы на вашем теле вибрировать. Другие виды излучения полезны для приготовления, допустим, еды. Те же микроволны заставляют двигаться молекулы воды в еде, тем самым ее разогревая. И это происходит с нами постоянно. Например, то самое приятное тепло, которое вы чувствуете, валяясь на пляже – это ваша кожа нагревается от инфракрасного излучения, которое исходит от солнца. Мы окружены естественными и в целом безопасными электромагнитными излучениями. Они были всегда вокруг нас и будут существовать постоянно. Но с начала индустриальной революции мы добавили множество источников излучения в наше окружение. Вопрос того, является ли это опасным, впервые получил публичное внимание, когда исследование 1979 года связало лейкемию с проживанием рядом с линиями электропередач. Это исследование было быстро опровергнуто и никакой причиной связи не было подтверждено. Но раз такое было предложено, идея оставалась. Многие люди убеждены и даже утверждают о том, что они более чем другие чувствительны и восприимчивы к различного рода излучениям от бытовой техники, от их же телефонов. Они сообщают о таких симптомах, как головная боль, тошнота, голова у них кружится, что-то зудит в заднице или глаза слезятся. Многие исследования, пусть даже не подтвержденные, но вроде как показывали и доказывали такие тревожные данные о том, что страна, в которой человек чаще всего прикладывает трубку и разговаривает со своими друзьями или родственниками, то именно на этой стороне чаще всего и возникает раковая опухоль. Но есть ли связь на самом деле? Например, опрос среди пациентов, с опухолью мозга. Их спрашивали, как часто они пользовались телефоном, на протяжении какого времени они разговаривали по нему и как часто на протяжении последних лет. Но проблема в том, что люди очень ненадежны. Мы склонны не запоминать некоторые вещи и потому нас самих легко обмануть и одурачить. Тем более СМИ всегда делают более выгодные для себя выводы для своих статей и репортажов, подстраиваясь под массы, чтобы написать более громкий заголовок. Например, исследование, как влияет мобильный телефон на рак у крыс и мышей. И вроде бы да, он показывает, что действительно связь-то есть, но почему-то раком болели именно самцы среди крыс, а мыши не болели вообще. И все равно все СМИ начали трубить о том, что, мол, ученые доказали, что мобильные телефоны вызывают рак. Другой аспект в том, что Всемирная организация здравоохранения классифицировала частоты волн как возможные канцерогенные. Но большинство цитированных исследований, которые распространяют панику об электромагнитном излучении, являются очень спорными. Но что это на самом деле значит? Что есть некоторые намеки на то, что они могут вызывать рак, но мы не можем этого доказать. При этом будем продолжать вести наблюдения. Так какая же картина в целом? В целом не было последовательных свидетельств в исследованиях человека, что электромагнитные излучения ниже пределов воздействия вызывают проблемы со здоровьем. Есть некоторые статистические ассоциации, но большинство из них слабые и непоследовательные. Если бы были какие-то точные отношения причины и эффект, мы бы знали о них сейчас благодаря всей информации, что мы имеем. Так, основываясь на текущем состоянии науки, должны ли вы волноваться об излучении от вашего ноутбука, телефона или телевизора? Нет, не должны. Но что же касается тех людей, которые вот прям убеждены и заявляют о том, что излучение им вредит, так исследования показывают, что этот эффект называется ноцебо. Ноцебо – средство, не обладающее реальным фармакологическим действием, но вызывающее отрицательную реакцию у пациента. Этот термин появился как антитеза плацебо. Как и эффект плацебо, эффект нацебо имеет психофизиологическую природу. Естественно, если вы чувствуете головную боль и чувствуете улучшение после того, как вы выключаете и закрываете свой ноутбук, то вы обязательно найдете связь между этими двумя вещами и двумя событиями. Такие люди больны и больны психически. Мы их встречаем на своем жизненном пути, но стараемся их не замечать. И они чувствуют то, что они не услышаны и тем самым усугубляют еще больше свою ситуацию. Они должны получать поддержку и при этом они должны понимать, что пока что мы еще не получили точных данных и точных свидетельств, что электричество слабее предела безопасности как-то влияет на наше здоровье. Разговоры о недоказанных опасностях могут заставить нас пренебрегать вещами, которые реально вредны для нас. Просто один пример. Загрязнение атмосферы связано с более чем 4 миллионом преждевременных смертей каждый год. И это точно то, на что мы должны существенно повлиять. Кстати, исследование компании Космос наблюдает за всеми возможными проблемами со здоровьем от использования смартфона, точно измеряя частоту и длительность телефонных разговоров. Но пока мы ждем заключения от этих долгосрочных исследований, есть намного более насущные проблемы, на которых нам надо сфокусироваться. Друзья, вот такой вот ролик на сегодня. Надеюсь, вам понравился. Да, теперь вы можете спокойно класть свой мобильный телефон под подушечку и спокойно себе спать, не боясь, что у вас вылезет какой-нибудь рак в башке. Даже больше скажу. Обязательно кладите его под подушку, прям рядом с ухом, чтобы приходили оповещения о моих новых роликах. А чтобы они еще и приходили, то обязательно нажмите на колокольчик под видео. Ну и, естественно, и подпишитесь на канал, прокомментируйте, задавайте вопросы. Ну и все. В этом духе. Также напоминаю, что ежедневно, я стараюсь ежедневно проводить стримы на своем Twitch-канале. Ссылочка в описании. Приходите, ну, ориентировочно в 5-6-7 вечера. Если подпишетесь, то вам также придет уведомление. Всем пока!